всем привет сегодня ночью мы тайно попробуем прорваться пробраться точнее в частную французскую школу для маленьких и детей едем вот туда и самое главное что нам нужно понимать что мы едем в элитную французскую частную школу где учатся элитные хорошо обученные дети поэтому нам нужно быть на чеку они очень обученные специалисты едем вот туда итак мы уже очень близко вот она впереди наша цель нужно подбираться очень незаметно по всем этим ужасным дорогам и ямам сейчас мы вскроем эти ворота и попадем внутрь я конечно хотел выбить эти ворота на автомобиле но это будет слишком заметно видите там висит зеленая камера слежения нужно быть на чеку охрана возможно уже не спит благо у меня есть вот такой вот фиолетовый ключик я думаю мы сможем им открыть все что нам нужно этот ключик я купил за бешеные деньги испробуем его папа есть он работает без шумно очень бесшумно вот так вот ворота открыты мы можем заезжать внутрь как видите в этой школе существуют секретные послания зашифрованные рисунки наскальные я не смогу перевести их это слишком сложный для меня язык но это не помешает мне пробраться внутрь там вот крепость сторожевая башня наверху сидит снайпер сто процентов я уверен в этом открываем внутри я самом черепе все что нам нужно это пробраться главному месту холодильнику ищем ищем в этом лабиринте легко заблудиться но мы найдем кажется на спалили свет нет возможно это просто автоматическая система распознавания лиц и вот мне кажется это та самая главная дверь да это она мы уже близки к цели холодильник здесь включаем свет даже если нас заметят вуаля мы у цели он пуст ну ладно мы его заминируем сейчас вот такими крутыми французскими йогуртами точнее муссами которые до 2 январь февраль март апрель до 2 апреля годны так что пусть они здесь полежат и так я практически заминировал холодильник осталось всего чуть-чуть и потом эти коварные дети объедятся этой вкуснятины и лопнут от счастья они очень коварны они могут конечно узнать что их что-то ждет что кто-то хочет подловить но у меня есть тайное оружие мы возьмем вот такую вот тайную секретную надпись попытаемся ее как-то отсюда отодрать от этого ящика и как же нам это сделать то одной рукой это нелегко но я смогу вот так вот секретное послание календрита 1 и наклеим вот так теперь они ни о чем не догадаются мы закрываем холодильник тыдыщ читаем секретное меню и потом складываем все вот эти вот железные кастрюльки примут в эти ящики и сматываемся по-быстрому как видите у них здесь есть такие специальные отпугивающие картинки он хочет мне сказать он хочет меня напугать но им это не удастся что я уже сделал свое коварное дело теперь мне нужно отсюда убегать тушим свет рассматриваем что у них тут есть на всякий случай в темноте конечно но я думаю у нас получится а теперь мы можем запечатлеть даже их лица они все здесь но здесь темно поэтому идем дальше еще чуть-чуть и мы доберемся до выхода сзади где он вот тут нет не здесь здесь совсем темно вот они вот они эти лица посмотрите на них это они те самые коварные детишки занимаются всяким обучением видите здесь вот меткости учиться чтобы потом любым предметом можно было чпок и прямо в нужную точку зарядить здесь вот они тренируются физически они очень сильны вы не представляете вот их тайная обувь с секретными механизмами внутри у них здесь еще очень много обучающих комнат но мы уходим нам нужно уходить срочно они могут любую минуту появиться ну что же вот и все тайная операция под названием горячий холодильник завершена и я ваш агент мап копкин готов сматываться на базу всем пока ставьте лайки звоните в колокольчик это секретный код чтобы тоже стать агентом нужно нажать вот такой вот значок и нажать на колокольчик всем пока и до новых секретных операций ну что же наверное те кто видел уже мои ролики тот понял что это что что-то не то что это какой-то прикол но так и есть не знаю почему хотел снять обычный стандартный ролик про про школу изнутри поскольку я в ней делал доставку но в итоге почему-то такое странное мне настроение в итоге решил поприкалываться ну вот что что из этого вышло этот ролик наверное выйдет раньше чем ролик про мою нынешнюю работу которая временная но тем не менее она немножко другая про нее тоже снимал ролик он скоро выйдет а это просто такой скажем прикольчик небольшой поэтому ставьте лайки если вам понравилось и увидимся в следующих роликах всем пока до новых видосов вот кстати для тех кто всегда говорил что людей очень мало машин очень мало всего очень мало вот вам пожалуйста маленькая утренняя пробочка с бешеным мотоциклистом ну это это еще только-только начинается сейчас пол восьмого до начала восьмого поэтому еще будет а вечером так еще хуже вот еще вам французского утреннего движника видите сколько народу везде все куда-то едут в основном на работу спешат наверняка кто-то может быть и просто в магазин погулять едем вот туда